Здравствуйте! В эфире 12 канала специальный проект «Открытый разговор». 2024 год объявлен президентом Российской Федерации Годом Семьи. Одна из главных составляющих каждой семьи – это теплый семейный очаг. Еще с древних времен его хранительницей является женщина. В современных реалиях эта роль приобрела еще больше смысла, а возможности личностного роста для женщин позволяют им становиться и хранителями успеха. Сегодня мы поговорим о женском лидерстве, развитии женского сообщества и поддержке материнства. И гость нашей студии, которому я первому передаю слово – Мария Афонина, проректор мастерской управления «Сениш», член Совета Евразийского женского форума, координатор программы «Женщина-лидер», практический психолог. Мария, здравствуйте! Мария, вы как никто другой понимаете важность и необходимость развития женского лидерства. В чем главная суть миссии женщин в России? Я бы взяла шире, я бы посмотрела на миссию женщины в целом в стране, потому что земля, матушка – это все женский род. Это говорит о том, что женщина – это начало всего, это начало традиции, это начало жизни, это сохранение жизни, это укрепление традиции, это сохранение ценностей, настоящих традиционных ценностей. И в этом смысле в России есть чем поделиться, есть о чем рассказать миру. Так, например, у нас с 2020 года реализуется программа нашей российской разработки «Женщина-лидер», которая в настоящий момент стала международной. И как раз основной целью и миссии программы является создание женского актива нашей страны, женщин уникальных, женщин, которые достигли успеха в своем деле, который они для себя выбрали. Но при этом все вместе они создают сильное сообщество и делают правильные вещи, создают социальные проекты во благо России. Спасибо, Мария. Отмечу, что программа «Женщина-лидер» реализуется при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания России и Совета Евразийского женского форума. А как поддерживается женское лидерство на региональном уровне? Катерина Вахрушева, выпускница программы «Женщина-лидер», председатель комитета по женскому предпринимательству опоры России и Омской области. Катерина, добрый день. Здравствуйте. Как развивается женское предпринимательство в Омской области? Какие оказываются меры поддержки? И может, с какими трудностями сталкиваются женщины? Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. На сегодняшний день женская повестка в нашем регионе активно развивается. Женщины не только уделяют внимание дому, быту, но и активно развивают свой бизнес, вкладывают усилия реализации своего любимого дела. И это очень даже хорошо получается. На примере нашего комитета по развитию женского предпринимательства, им я руковожу уже 6 лет в Омском регионе, могу сказать, что тенденция к развитию предпринимательства набирает обороты. Если ранее было где-то на территории Российской Федерации 25-27% женщин в бизнесе, то на сегодняшний день около 40% это женщины в бизнесе, 90% социального ориентированного бизнеса это женщины-представительницы. Плюс наш комитет на территории нашей России делает индекс деловой активности, аналитические, статистические данные мы собираем. И на протяжении 10 лет индекс в этом году набрал самый такой рекордный оборот, 73,9%. Это достаточно высокие показатели. На сегодняшний день в Омске ряд есть мер поддержки. Можно обращаться и в центр «Мой бизнес», и есть общественное объединение, которое активно поддерживает женскую повестку. Помимо нашего регионального отделения и нашего комитета, женская повестка активно развивается и в «Единой России», и в Клубе деловых женщин союза предпринимателей. Министерство экономики активно поддерживает женскую повестку. Есть плюс небольшие клубы, которые также транслируют женское предпринимательство. Плюс на сегодняшний день Омский регион очень активно представлен на всероссийской повестке. Буквально месяц назад Омск участвовал на Евразийском женском форуме. Это достаточно крупное масштабное мероприятие. Мы, женщины-предприниматели, создали уникальный проект «Голос женского бизнеса». Были большие видеоэкраны. Мы собирали огромные истории успехов женщин-предпринимательниц. И наши амички также вошли в топ рейтинга. И, кстати, сегодня здесь в студии есть наша предпринимательница, такая, как Анна Кукина. Она также была представлена на видеопроекте Евразийского женского форума. Плюс много проектов и образовательные, консультативные, информационные есть проекты. Я очень рада и для меня это отрадно видеть, как женщины активно умеют совмещать личную жизнь, семейную жизнь, материнство и оказывают содействие в развитии предпринимательства на благо нашей страны. Спасибо большое, Екатерина. В нашей студии есть еще выпускницы программы «Женщины-лидер». Представлю сейчас Евгения Маленова, Вероника Локтева и Анна Захарченко. Здравствуйте. Вероника – генеральный директор предприятия, основатель прогрессивного сообщества «Ника». Я знаю, что вы уже до записи нашей программы успешно выступили на ИНОСИБе и рассказали о своем проекте. И слушатели остались, так скажем, под большим впечатлением от вас. Расскажите нам о вашем сообществе, какие есть точки соприкосновения с сообществом программы «Женщина-лидер». Благодарю за вопрос, благодарю за приглашение на эту программу. Действительно, я вчера выступала на ИНОСИБе и я вкратце рассказывала про то, что наше сообщество сейчас несет массы. Почему вкратце? Потому что 4 года у нас есть уже за плечами и впереди мы видим очень большие планы для себя. Очень много интересного мы создали на текущий момент времени. Нас больше 700 человек, активная аудитория на территории Омска, это 98% аудитории. Есть уже международное подключение, онлайн программы, но их, к сожалению, пока мало, потому что мы релацируемся здесь. Дальше мы, как соприкосновение у нас идет с «Женщиной-лидер». Когда мы участие принимали, мы создали такой интересный проект для продолжения активной жизни для серебряного возраста. Сейчас мы, к сожалению, не поддерживаем с девочками, с которыми мы проходили обучение на программе «Женщина-лидер». Но именно тот проект, который мы создали, он лег в основу многих проектов, которые у нас реализуются на базе нашего сообщества. Например, у нас в этом году запустилась арт-студия «Рыжий кот», и где у нас под интересным таким началом и соприкосновением с преподавателями действительно профессиональными серебряный возраст может прийти и делать интересные рисунки, интересные поделки, действительно активной жизнью жить. Потому что сейчас рубеж, когда ты выходишь на пенсию или когда у тебя есть уже период, дети выросли, ты уже действительно всего добился. Хочется, чтобы вот эта активная пора продолжалась как можно дольше. И мы продолжаем очень много мероприятий. Как сказала Екатерина, есть и консультационные, есть и разного формата форумы, мероприятия, конференции, мастер-классы открытые. И на нашем как раз примере можно посмотреть, что нет верхней границы возрастного ценза. Есть от того, в какое время ты можешь прийти к нам в сообщество, а верхней границы нет. И каждая девушка, я считаю искренне, мы все в любом возрасте девушками остаемся, сама принимает решение, хочет она на эту тему пойти или на эту тему. А мы открыты абсолютно для всех, потому что у нас более 40 разных тем, которые мы действительно даем в форматах абсолютно разных. Поэтому, пожалуйста, приходите к нам. Спасибо большое. Предлагаю перейти от бизнеса к образованию. Евгения Маленова, декан факультета филологии университета имени Достоевская. Евгения, здравствуйте. Расскажите о женском лидерстве именно в образовании. Какие перспективы для развития у женщин в этой сфере? Здравствуйте. Спасибо большое за вопрос. Спасибо за приглашение. Рада видеть прекрасных женщин в этой студии. Я должна сказать, что, наверное, женщина в образовании, это всегда была основа образования. Но это такое стереотипичное представление о том, что женщина – это учительница. И когда, например, я знакомлюсь с новыми людьми и говорю, что я работаю в университете, все говорят, ты учительница. А, как правило, в области управления образованием традиционно были заняты мужчины. И если мы посмотрим даже на современный российский ректорский корпус, мы увидим в основном представителей мужской половины человечества. Я считаю, что образование в нынешнее время – это не столько передача знаний, сколько наставничество. Сколько помощь молодым людям, молодым девушкам найти свое место в жизни, правильно расставить приоритеты в своей жизни и действительно построить свою карьерную траекторию. Поэтому я считаю, что за женщинами-лидерами в образовании очень большое будущее. Мы постепенно переориентируемся от трансляции знаний к формированию личности, к формированию будущего профессионала. И мне кажется, что женщины в этом намного преуспели. Вы развиваете повестку женского лидерства в регионе с целью обмена управленческим опытом. Какие мероприятия уже прошли и какие планируете провести? Да, совершенно верно. В этом году в рамках большого международного форума «Омский диалог» – это управленческий форум, который мы организуем не первый год. Мы впервые провели женскую площадку, которая была посвящена женскому лидерству. Я должна сказать, что у мужской половины нашего оргкомитета эта площадка вызвала большой скепсис. Они не были уверены, что в принципе мы эту площадку соберем. Но я должна сказать, зал был полон. Все ушли очень вдохновленные. И мне кажется, что вот в этом очень большой плюс всех программ, связанных с женским лидерством. Потому что ты не просто получаешь новые компетенции, новые мягкие навыки в области лидерства. Ты получаешь поддержку подруг, ты получаешь реальное работающее женское сообщество. И ты получаешь те точки роста, которые позволяют тебе самой быть лучше, эффективнее. И быть не только просто лидером, но и женщиной в первую очередь. Спасибо большое. Одной из самых важных тем в год семьи, конечно же, стала тема поддержки материнства. Сейчас правительство страны и региона прикладывают усилия для повышения уровня рождаемости и создания комфортных условий для женщин-матерей. Марье, расскажите, пожалуйста, о важности поддержки именно многодетных матерей и необходимости закрепления в законодательстве Российской Федерации преференций для женщин, матерей и, прежде всего, многодетных. Спасибо. Отличный вопрос. Я сама многодетная мама, у меня трое деток совершенно разного возраста. Старшей дочери 20 лет, сыну 7 лет и дочке еще одной 10 лет. В этом смысле, когда мама принимает решение, женщина принимает решение, рожать ли ей следующего ребенка, она всегда внимательно думает о том, насколько она может и его обеспечить, насколько она может получить поддержку в своей семье, насколько она может получить поддержку своего супруга. Ну и, конечно, если у женщины активная жизненная позиция, она внимательно задумывается над тем, каким образом будет дальше выстраиваться ее карьера. Потому что, конечно, очень важно не просто родить ребенка, но и отдать ему частичку себя, воспитать его, не оставить его на попечении своих родителей, помощниц и учреждений детских. Хотя, конечно, у нас сейчас очень много для этого делается. Ребенку, прежде всего, нужна мама. Для того, чтобы это обеспечить, женщина должна быть уверена, что когда она вернется к своим трудовым обязанностям, она не останется за бортом. Она получит, как минимум, то место, с которого она уходила. При этом мы понимаем, что сейчас жизнь развивается стремительно, и за те полтора года, которые мама, как минимум, проведет со своим малышом, ее соратницы, которые вместе с ней работали, ступят достаточно далеко по карьерной лестнице. И это во многом девчонок останавливает. Как и от последующего рождения детей, так и в целом от того, чтобы рожать ребенка. Многие девочки, а такого опыта у меня много, вот коллеги рассказали про наставничество. Наставничество в нашей программе есть такое направление, когда наши выпускницы являются наставниками для девчонок. И вот девочки не хотят ни из семьи пока, ни детей рожать, потому что все настроены на карьеру, все настроены на свое развитие, на саморазвитие, на то, чтобы быть свободными. А вот для того, чтобы это было спокойнее для женщины, она должна быть уверена, что она вернется, и она сможет продолжить свое дело, не остановиться в своем развитии. Именно поэтому, как мне видится, в законодательстве должны быть закреплены особые условия для женщин, которые выбрали для себя многодетство. Это и возможность гибкого графика, это и возможность короткой рабочей недели, к слову, четырехдневной рабочей недели. Это и возможность получения дополнительного образования, потому что сейчас жизнь стремительно меняется, и за полтора года может очень сильно измениться контекст, в котором мы живем. Поэтому женщина, находясь в отпуске по уходу за ребенком, должна иметь возможность это дополнительное образование получить, как и в рамках усовершенствования своей профессии, так и получения новой профессии, возможно, той, которая позволит ей реализовывать себя, опять же таки, в удаленном формате. И вот мне кажется, если совокупно на это будут обращены, и я знаю, что такие законопроекты сейчас уже рассматриваются, они будут приняты, то женщины будут увереннее рожать и первого, и второго, и третьего, и последующих детей, потому что они будут знать, что у них есть то место, тот коллектив, который ее ждет, в который она может вернуться, и она может вернуться, привнеся туда еще и те знания, которые она получила в тот период, когда она была с ребенком, ну и, конечно же, тот опыт материнства и того развития, которое она получила, находясь с ребенком. Вы с 2020 года развили навыки лидерства у более чем полутора тысяч женщин из 42 стран мира и 84 регионов России. И все это в рамках образовательной программы «Женщина-лидер», которую вы координируете. Мария, в чем особенности этой программы реализованы именно в Обской области? Я бы здесь, наверное, тоже немножечко укрупнила и рассказала скорее про Сибирский федеральный округ, потому что программа действительно реализовывается с 2020 года вот таким внимательным кураторством и мастерством Валентины Ивановны Матвиенко. Мастерская управления «Есениш», образовательный центр президентской платформы «Россия – страна возможностей», которую я представляю, не зря называется мастерской. Два смысла. Первое. Преподают действительно мастера, мастера своего дела, которые не просто рассказывают теоретический аспект. Конечно, у нас есть и преподаватели высшей школы, но в основном у нас преподают те люди, на которых можно не только равняться, но и перенять их понятный практический опыт, потому что они прямо сейчас в этом опыте, они прямо сейчас в этой деятельности. И Валентина Ивановна и Галина Николаевна Карелова, которые поддерживают нашу программу, они принимают очень активное участие в ней. Они и преподают, они и являются нашими мастерами. Валентина Ивановна помнит абсолютно все цифры, которые есть в нашей программе и по регионам, и по странам, и по количеству выпускниц. Меня порой, конечно, поражает масштаб того, что при тех задачах, которые у нее есть, она помнит такие вещи. Это означает, что для нее это важно и ценно. И второй очень важный момент – мастерская, потому что те люди, которые учатся, они тоже могут быть мастерами, и они сразу же на практике применяют те знания, которые программа дает. Если говорить про программу, то программа направлена на такие большие четыре фокуса. Это персональное лидерство и развитие управленческих компетенций у наших женщин. Это командный менеджмент, командное лидерство, потому что сейчас в сторону команд очень большой фокус. И в мастерской управления Есениши, насколько мне известно, в целом в системе образования, такое смещение с персоналией на команду. Потому что если ты хочешь идти быстро, иди один. Но если ты хочешь идти долго и далеко, очень важно идти вместе. И в целом в женской природе это встроено. Работать в команде, быть вместе, быть сообща, думать вместе, принимать вместе решения, поддерживать друг друга. Дальше это социальные проекты. И вот когда мы говорим про социальные проекты, всегда очень важно отметить факт реализации программы не только в международном формате, не только в федеральном формате, но и в формате применительно каждому конкретному региону, округу. И здесь у нас в прошлом году был реализован специальный поток программы для Сибирского федерального округа, в котором, конечно, принимали участие и амички, и женщины из других регионов Сибирского округа. Всего у нас 148 выпускниц, которые реализуют проекты уже конкретно для Сибирской земли. И мне кажется, это очень важно, потому что они точно понимают, для чего они это делают, они точно понимают, для кого они это делают, они сами здесь живут. И это всегда, знаете, не то, что эфемерно и, возможно, нужно будет кому-то, конечно, это будет кому-то нужно всегда. Добрые дела, они обязательно возвращаются. Но когда ты ее делаешь для своей страны, когда ты делаешь для своей земли, для своего города, это очень-очень важно. Поэтому, слушая Веронику, я понимаю, как это ценно, когда тут же имплементируется и используется на практике. То, что сказала Катя, что девчата были представлены на Евразийском женском форуме. Это самая авторитетная площадка на сегодняшний день по коммуникации и по развитию женской повестки. И всегда испытываешь большую гордость за тех выпускниц, которые прошли этот путь и таким вот образом выступают. Но, конечно, нельзя не отметить то, что программа стала международной, особенно в текущих реалиях. У нас 42 страны мира. И буквально недавно в мастерской управления Сениш мы выпускали третий международный поток, в котором принимали участие девчата из Южной Америки, из Австралии, из Китая, из стран Европы, из Туниса, из Таиланда. Понятно, что из некоторых стран есть прямое сообщение с Россией, а вот некоторые девочки добирались очень-очень долго. И с большим удовольствием и уважением относятся к тому продукту, который мы им предоставили. И очень хотят это делать в своих странах, потому что отмечают, что именно такого фокуса, не именно на равенстве гендера, а именно для предоставления возможностей для женщин, предоставления площадки для обмена опытом, нету в мире нигде. И Валентина Ивановна на четвертом евразийском женском форуме внесла очередное стратегическое предложение для программы, чтобы в следующем году мы вышли более точечно и сделали поток программы для стран БРИКС. Для нас это большой вызов, но в том числе это большое доверие от руководства страны на тот продукт, на ту программу авторскую, которую мы делаем в Сенеже. Вы с проектом «Женщины-лидеры» проехали, по сути, всю страну, в том числе был отдельный поток и в Омской области. На ваш взгляд, как отличаются представительницы прекрасного пола в разных регионах? Есть ли отличия? Это хороший вопрос, который часто задается. Особенно у нас первый, кстати, поток был для Южного федерального округа. И вот после того, как мы этот поток выпустили, девчата спрашивали, ну как мы отличаемся от женщин-лидеров других регионов. Потом у нас был поток для Уральского федерального округа. И тот же был такой же вопрос. И для сибирячек тоже, конечно же. Вы знаете, мне кажется, каждая женщина по-своему уникальна. У нас в программе есть такая метафора, что каждую женщину можно сравнить с цветком. И у нас даже девчонки выбирают тот цветок, с которым они себя ассоциируют, пишут про это. И мы смотрим иногда даже... Таких цветов я и даже не знала, что такие цветы есть в жизни. Но потом это вопрос к тому, чтобы повысить свои знания, посмотреть, как этот цветок выглядит. Каждая женщина, наверное, уникальна. Если говорить про сибирский федеральный округ, то для меня это женщина с таким очень крепким, сильным характером, таким серьезным внутренним стержнем, с таким очень четким пониманием, чего они хотят, как они хотят это делать. И девочки, которые могут в том числе вдохновить на то, чтобы ты тоже что-то делал. Потому что мы когда запускали поток для сибирского федерального округа, у нас была такая первая встреча, в рамках которой мы заявляли о том, что бы мы хотели обязательно сделать и в рамках программы, и в целом, в рамках профессии, в рамках личного развития. Все девочки рассказали, потом спросили, Маша, а ты что хочешь сделать? Я так была немножечко этим удивлена. Я говорю, ну вот книгу хочу написать. Что вы думаете, именно благодаря сибирскому федеральному потоку я написала свою книгу, я ее выпустила. И девочки потом просто меня постоянно спрашивали, написала ли ты книгу, сделала ли ты это? То есть и к себе требовательность, и к тому, кто рядом. Вот я бы так ответила на вопрос. Спасибо. А к нашему разговору готовы присоединиться выпускницы третьего международного потока проекта «Женщина-лидер» Карина Личагина, страна Чили, и основатель организации «Екатерина», направленная на поднятие имиджа России в Латинской Америке. И Алина Стеблянская, доцент Харбинского инженерного университета, член правления русского клуба в Харбине, председатель ассоциации российских ученых в Китае. Здравствуйте. Есть у нас связь? Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Приветствую вас из Китая, да, с любовью из Харбина. Скажите, пожалуйста, давайте начнем с такого вопроса. Как реализуется женская повестка в странах, где вы живете? В чем различие с Россией? Да-да-да. Женский вопрос неизменно стоит в повестке дня на всех этапах строительства нового Китая. Ведь женщины держат половину неба, как утверждал китайский революционер и партийный деятель Мао Цзэдон. То есть борьба за гендерное равенство была основной в годы его правления. И после прихода коммунистов к власти женщины действительно получили много прав. Удивительный факт, что совсем недавно, вот в прошлом году, Всекитайская федерация женщин провела обследование касательно информирования населения о законе КНР о гарантиях прав и интересов женщин. И результаты поразили. Ведь граждане обладают широкими знаниями о правах женщин и о равенстве между полами. Действительно, в Китае самый высокий уровень участия женщин в рабочей силе – 61%. И Китай хочет, чтобы больше женщин работало в науке, технике, инженерном деле, математике. Женщины активно участвуют в разработке научных, космических программ. Например, как Лю Янь, совершившая полет в космос, или профессор Ту Ю Ю, которая получила Нобелевскую пренею. 80% женщин любят свою работу. Например, я часто слышу от своих коллег-подруг, что руководящие должности и в их институтах и компаниях часто стали занимать женщины. В 2025 году мировая общественность будет отмечать 30-летие 4-й Всемирной конференции ООН по положению женщин и принятию на ней Пекинской декларации. Что примечательно, Союз женщин России внес огромный вклад в разработку этого исторического документа. И до сих пор женская повестка слаженно и четко развивается как в России, так и в Китае. И тут у нас действуют больше объединяющие факторы Россия и Китай в вопросе поддержки женщин всегда вместе. Спасибо большое. А мы сможем узнать, как обстоят дела в Латинской Америке? Карина, на связи? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас обстоят дела в Латинской Америке с этим вопросом? Да, на самом деле женская повестка в Латинской Америке очень отличается от того, что мы видим в России. Потому что, с одной стороны, все женщины, все мы в любых странах хотим примерно одного и того же. Даже с профессиональной точки зрения. Это уважение, возможности для роста, признание. Но, несмотря на это, есть разные пути для достижения целей. И как раз таки в Латинской Америке все достаточно отличается. У нас очень развита тема феминизма. В достаточно жесткой форме женщины борются за свои права, они используют это слово борьба. Это очень важно. Оно звучит так же и в официальных выступлениях политиков, даже президентов стран. К 8 марта, например. Поэтому, когда мы, к примеру, рассказываем местным женщинам, что а вот в России на 8 марта нам дарят цветы, за нами ухаживают. Это наш женский день. Это день радости, нежности. Для них это просто что-то из ряда вон выходящее. Они очень сильно удивляются. Кто-то возмущается. Как это возможно? Кто-то, наоборот, восхищается. Но всегда реакция очень-очень сильная. Поэтому, наверное, с этой точки зрения Россия несет огромную миссию в то же время и для вот таких вот стран показать другую сторону, другую культуру и другие возможности для роста. А как знания и опыт, полученные на программе «Женщина-лидер» помогли привнести опыт российской модели женской повестки в культуру тех государств, где вы сейчас находитесь, живете? В моем случае это фундаментально. Я вообще с тех пор, как прошла нашу программу «Женщина-лидер» считаю, что что-то подобное просто необходимо Латинской Америке. Я уже вижу чилийских женщин, участвующих в подобной программе, как они потом объединяются с нашими женщинами, потому что у них там только одна повестка очень односторонняя с определенной идеологией. И ценности русского мира они настолько важны, они такие здоровые и они могли бы изменить общество там тоже к лучшему, потому что действительно, как говорим мы в нашей стране, мужчины и женщины не должны бороться. Мы единое целое, нас не надо разъединять, нас не надо противопоставлять. И если бы была возможность реализовать это и нести эти ценности там, я думаю, что даже на государственном уровне, межгосударственном у нас могли бы улучшиться отношения между странами. Потому что в первую очередь культура, она очень сильно влияет на все. Алина, скажите, а вот как знания и опыт, полученные на программе «Женщина-лидер» помогли привнести опыт российской модели женской повестки в культуру ваших государств? Да, я хотела прежде всего сказать искренне, самые искренние слова благодарности Афониной Марине Александровне и всем организаторам проекта «Женщина-лидер». Вы знаете, в Китае есть пословица такая что значит «Лучше зажечь свечу, чем проклинать темное время». И вот программа «Женщина-лидер» научила нас всех, как мне кажется, именно зажечь свечу и осветила путь в наше светлое будущее. Программа дала возможность проанализировать слабые и сильные стороны и обучила проектному подходу к ведению дела. Так вот, например, после программы «Женщина-лидер» в Ассоциации российских ученых Китая мы очень горячо обсуждаем вопрос об организации женского движения соотечественников в Харгине. У нас есть очень сильные женщины-профессора, которые занимают лидирующие позиции в своей области и они хотят создавать социальные проекты, помогать делать патриотические проекты с российскими коллегами, помогать адаптироваться российским коллегам в Китае. То есть вот такой момент. Еще кроме этого программа «Женщина-лидер» зарядила таким позитивом, заставила поверить в себя, понять, что можно занять и более активную позицию по продвижению российско-китайских проектов женских. Вот огромное счастье было познакомиться со всеми участницами программы «Талантливейшие», «Умнейшие», «Патриотичные» женщины с активной жизненной позицией. Были прекрасные наставники, которые научили, как реализовать свои идеи и мечты социальных проектов. Мы все это будем стараться применять здесь, в Харбине. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Спасибо. Возвращаемся в студию. Анна Захарченко, выпускница международного потока 2024 года, директор IT-компании «Астарт», «Асмарт». Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы только что прошли программу «Женщина-лидер». Поделитесь впечатлениями, может быть, даже эмоциями. Мне очень приятно, что у меня сегодня есть такая возможность рассказать свои эмоции, которые у меня остались после программы «Женщина-лидер», потому что я вернулась в принципе из Сенежа буквально чуть больше недели назад. Так вот, когда я сидела в самолете из Омска в Москву, чтобы прилететь на последний обучающий очный модуль и увидеться с девочками из команды, со всеми участницами, мне казалось, что я выгоревшая как спичка. У меня очень много проектов, которые находятся здесь, в Сибири, в Омске, это и студенческая IT-лаборатория, это наш социальный проект, и малый бизнес, и я мама, у меня маленький ребенок. И, соответственно, я сидела и думала, господи, где взять сил, как, что вообще будет эти все три дня, смогу ли я достойно себя повести и активно отдаваться работе. И как только я ступила в сообщество, в трансфер, соприкоснулась с девочками, мы начали общаться, и в воскресенье, когда мы уже прощались, и я летела в Омск, я летела еще с тремя новыми проектами. Это наш проект, который мы реализовали в рамках программы «Женщина-лидер», то есть мы уже его активно реализуем, не только мы из разных городов были в команде, в Нижнем Новгороде у нас был уже пилотный проект запущен, и вот сейчас, я думаю, что мы будем в Омске запускать его. И также у меня было два новых проекта, один из них международный, потому что у нас международный поток, и я познакомилась с девушкой из Южной Африки, и мы с ней нашли точки соприкосновения. Так вот, когда я уже летела обратно из Москвы в Омск, я чувствовала себя наполненной энергией, новые проекты, и меня это не страшило. Я написала своей команде «Асмарт», говорю, «Ребята, у нас есть еще три проекта, готовимся». Так что я хочу сказать большие слова благодарности. Все-таки программа «Женщина-лидер» это большой шаг в сторону саморазвития и возможность посмотреть на себя с другой стороны. Казалось бы, да, ты уже «Женщина-лидер». Я думаю, что все, кто приходят в эту программу, они являются лидерами. И когда мы объединяемся, когда мы общаемся друг с другом, когда мы общаемся с мастерами, со спикерами, это дает нам еще больше энергии. И эта энергия нас питает. Поэтому я возвращалась наполненной, энергичной, эмоциональной, готовой дарить новые проекты и реализовывать их на благо нашего региона. Поэтому большое спасибо, я считаю, я всем рекомендую. Меня в эту программу пригласили наши клиенты. Они сказали, Анна, ты такая активная, тебе точно нужно, тебе точно понравится. И теперь, когда я вернулась, я тоже говорю некоторым своим знакомым, подругам, активным женщинам, говорю, слушай, есть такая программа, «Женщина-лидер». Тебе точно нужно, посмотри сайт. Поэтому спасибо большое за такие эмоции, такую энергию. Спасибо вам. Мария, у программы «Женщина-лидер» есть хэштег «Мягкая сила». Что он означает? Я бы даже сказала, что это второе название, которое, кстати, могло бы стать первым. Но уж так получилось, что пока оно временно спрятано в хэштеге. Но кто знает, в развитии программы все может быть. Что такое «Мягкая сила»? «Мягкая сила» по сути, это особый стиль, с помощью которого женщина может проявлять себя в управленческой позиции, в лидерской позиции, но не изменяя самой себе. То есть мы развиваемся, сохраняя себя. И у «Мягкой силы» есть определенный набор компетенций, таких, знаете, качеств женских, которые нам присущи от природы, но которые удивительным образом сейчас необходимы современному миру для того, чтобы двигаться вперед. Это такие качества, как эмпатия, ответственность, умение быть, работать и создавать изменения. Это гибкость, это работа в команде и это особое отношение к своей команде, потому что женщина, когда она собирает команду, когда она вдохновляет команду, развивает ее, она относится к команде как к семье. Она очень внимательно и бережно относится к тем людям, которые ее окружают, поэтому ей очень сложно иногда принимать непопулярные решения. Она заботится о членах команды. И, конечно же, это огромная вера женщины в свою миссию и способность действовать сообща. Мне кажется, когда женщина чего-то очень сильно хочет, во что-то очень верит, то точно это все случится, как, например, Карина сказала и с Чилим, у нас с ней была беседа на выпуске программы про то, что она хочет сделать программу «Женщина-лидер» для своих девушек. Я пока не понимаю, как это возможно, но я точно знаю, что если это кому-то нужно, кому-то очень важно и очень ценно, то тут нет никаких абсолютно преград для того, чтобы это реализовать. И вот я начала ответ на этот вопрос с того, что это фактически второе название программы. Когда мы в 2020 году только запланировали реализацию программы, название «Мягкая сила» стояло в возможных. И тогда мы не стали это использовать, потому что «Мягкая сила» это было определение, которое свойственно международной дипломатии, это способность налаживать отношения между странами с помощью «Мягкой силы», с помощью культуры, с помощью традиций, с помощью искусства. Поэтому мы решили это оставить, но кто же только это просто оставит, и все. Мы стали потихонечку говорить об этом, потихонечку стали говорить о том, что «Мягкая сила» как стиль руководства, она женщинам присуща. И вот буквально недавно, когда сейчас появился искусственный интеллект, и мы протестировали и задали вопрос, что такое «Мягкая сила», одним из ответов одного чата было то, что это особый стиль управления, которому свойственна эмпатия, которому свойственна созидание, которому свойственна ответственность, интуиция. И это еще раз говорит о том, что мы можем менять мир. Все на самом деле зависит от каждой из нас, от наших целей, от того, что мы хотим добиться, как мы хотим этот мир поменять. Абсолютно все в наших руках. Есть ли особенность «Мягкая сила» у женщин Сибири, и как она может помочь в решении проблем и задач в социальной, политической, экономической сферах? Похожий вопрос. Мы уже, мне кажется, на него говорили. Мне кажется, вот та «Мягкая сила» у Сибирячек, которая есть, она и показывает и сильный стержень, и сильную волю, и сильный характер, и стремление прийти, да, к тем задачам, к тем целям, которые женщины перед собой ставят. Мы поговорили о том, и девчата сказали, что некоторые проекты, к сожалению, они заканчиваются вместе с программой. Это немного грустно, но это нормально. Все в этой жизни имеет свой цикл, все в этом мире рано или поздно заканчивается. Но это дает движение следующим проектам. Это рождает новые проекты. Если что-то одно заканчивается, если закрывается одна дверь, обязательно открывается следующее. И мне кажется, наши выпускницы именно из Сибирского федерального округа такой вот явный этому пример, когда и проекты гремят на всю страну, и новые проекты создаются, и те проекты, которые родились в рамках программы, получают новое дыхание. Мне кажется, это все про землячек. Спасибо вам большое. Спасибо. Женщин-лидеров, участниц проекта в Омской области гораздо больше, чем мы сегодня смогли предоставить слово. Многие в первых рядах нашей студии, если вы хотите присоединиться к ним, то прямо сейчас на экране QR-коды, которые ведут на социальные сети проекта. Присоединяйтесь и следите за новостями, находите единомышленников. А время нашего эфира завершается. Оставайтесь на 12-м канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова